Всем привет, дорогие мои! С вами Одесситка из Швейцарии. Рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями новостями из Швейцарии. И сегодня сюжет мой будет очень интересен тем, кто рассматривает Швейцарию для переезда и не может разобраться с видами на жительство в Швейцарии, так как и здесь очень много разных, и каждая имеет определенное значение. И так как их много, в одном видео у меня не удастся их поместить, я начну по порядку. То есть это будет серия сюжетов, где я буду рассказывать про каждый вид на жительство, какие есть плюсы, минусы, кому он выдаётся, какие сроки и так далее. Если интересна эта тема, не забывай подписаться на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. Если у вас останутся ещё вопросы, мы сможем провести прямой эфир, можете мне задавать какие-то вопросы, которые у вас всё равно возникли даже после просмотра этих сюжетов, так как разобраться в швейцарской системе бюрократии не всегда легко. Я извиняюсь, немножко приболела, поэтому буду иногда говорить в нос, где-то покашливаю, то есть такое вот простудное состояние, вот, потому что погода у нас сейчас очень меняется, то дождь, то холод, то опять-таки солнышко выходит, плюс ещё акклиматизация, естественно, происходит в организме, поэтому я знаю, что я сегодня не в лучшей форме. Поберегите свои нежные высказывания, люди, которых интересует всё время только внешний вид и не вслушивается в информацию. Мой сегодняшний сюжет будет интересен исключительно людям, которые хотят, планируют приехать в Швейцарию и хотят разобраться в видах на жительство Швейцарии, которых множество. Сегодня мой первый сюжет будет посвящён термиту Л, буква Л, да, любовь, Лена. Значит, это временный вид на жительство в Швейцарии, но отличается он от вида на жительство Б, который тоже является ВНЖ, временный вид на жительство, тем, что он краткосрочный. Вид на жительство Л выдаётся сроком на один год, и его нужно продлить ещё на один год при условии, что вы выехали из страны и заехали обратно в Швейцарию, и его могут выдать всего два раза. Значит, есть квоты на получение вида на жительство Л. В 2020 году их выдали всего четыре тысячи. И, естественно, есть отличия при получении вида на жительство Л для жителей Евросоюза, либо жителей из третьих стран. Давайте ещё раз объясню вам, что такое жители третьих стран. Это страны, которые не входят в Евросоюз. А Евросоюз и страны, которые не входят в Евросоюз, но являются в Евросообществе, такие, как, например, Швейцария, Англия, Ирландия, Люксембург, Лихтенштейн. Они тоже приравниваются к первой категории, к странам, которые имеют льготные условия получения любого вида на жительство в Швейцарии. Значит, вид на жительство Л даётся в случае временного нахождения в Швейцарии. Он может быть выдан с разрешением на работу, а также без разрешения на работу. И вот здесь можно использовать своего рода лазейку. Значит, как раньше было, да, до войны, когда женщина получала разрешение на брак с иностранцем, который живёт в Швейцарии, неважно, какое у него было гражданство, либо он находился в Швейцарии по какому-то виду на жительство. Прежде чем приехать в Швейцарии, нужно было запросить в стране невесты разрешение на брак и получить въездную визу. И обычно давали визу Эль. В моём случае мне дали визу Эль на три месяца с условием, что я могу приехать в Швейцарию для подготовки к браку и за это время посмотреть, подходит мне жених, подходит мне страна или не подходит. И когда я всё-таки для себя решила, что да, окей, подходит мне этот человек, собирали документы, ходили в ЗАГС, назначали дату, то есть через три месяца выхожу замуж и перехожу на другой статус, либо я уезжаю. Всё очень просто. Я не знала такого момента, и мой муж, как и большинство швейцарцев, которые не вникают в миграционные вот эти моменты, он тоже не знал. Значит, оказывается, я потом познакомилась с девочкой на курсах и выяснилось, что она продлила визу Эль, временная, краткосрочная, вид на жительство в Швейцарии до года. То есть не три месяца у неё было время подумать перед браком, а до конца года, да, то есть ещё на девять месяцев. Значит, её жених пришёл в миграцион, и они обосновали это так, что мы хотим жениться, например, летом, а сейчас зима, мы не укладываемся в эти три месяца, пожалуйста, продлите нам вид на жительство Эль, потому что мы выбрали дату свадьбы летом, и мы хотим, чтобы родственники и жениха, и невесты были в Швейцарии, и им спокойно продлили. Но это вид на жительство краткосрочный не предполагает права на работу, то есть она просто в гостях у этого жениха, он полностью берёт на себя обеспечение, оплачивает все расходы, связанные с её нахождением, и, естественно, с первого дня он её должен был застраховать. Ещё была у меня одна знакомая, которая из Таиланда приехала, она точно так же приехала к жениху, и попросили они вместе на год, чтобы у них было больше времени присмотреться друг к другу. И миграцион охотно идёт на такие условия, потому что, во-первых, она не занимает ничего, рабочее место, так как у неё нет права на работу, во-вторых, жених полностью берёт её на своё обеспечение, никаких рисков, а в-третьих, у людей есть время присмотреться к друг другу, чтобы не было пустых ожиданий, надежд, каких-то браков короткосрочных, которые потом заканчиваются разводом, и опять-таки влекут за собой не нужны никому расходы. Так что вот вам сейчас подумать, да, какие есть возможности продлить нахождение девочки, например, которые нашли здесь уже мужчину, и который, например, ещё не готов жениться, либо вы ещё не решили для себя, что он вам подходит, и этот мужчина хочет ещё присмотреться, мало ли, у вас дети, и как он к этим детям будет относиться. То есть, чтобы не спешить с браком, есть отличный вариант, что неважно, как сложится ситуация с этим статусом S, продлят, не продлят, ну вот вдруг, да, допустим, его аннулировали, не обязательно бежать в ЗАГС, можно просто пойти вместе с ним в миграцион с женихом и сказать, смотрите, мы встречаемся, принесите фотографии в качестве доказательства, но мы хотим узнать друг друга поближе, да, там, пожить вместе как пара и присмотреться. И вам тогда дадут вид на жительство L максимум на один год без права на работы, чтобы вы присмотрелись друг к другу. Так, следующий момент, вид на жительство L L дают в плане учебной визы, то есть это какая-то короткосрочная программа, приехал по учёбе в Швейцарию, и пока он оформляет документы, пока он поступает, пока он ищет жильё, пока он пускает корни и так далее, не все приезжают сюда поступать в ВУЗ, некоторые приезжают просто учить язык на какие-то курсы углублённого языка. Для этого тоже подходит краткосрочный вид на жительство L. Как только человек, например, закончил курсы и решил, что окей, сейчас у меня достаточно знания языка, я могу теперь поступать в высшее учебное заведение, тогда он находит университеты, которые готовы его принять, баллы его подходят, документы его подходят, и тогда уже вместе с контрактом университета и будущего места жительства, адрес, например, какой-то у него уже есть, прописка у него где-то есть, тогда он может в миграционе запросить учебную визу, вид на жительство B. Ещё хочется остановиться на студенческом виде на жительстве. Я сейчас буду читать документ от швейцарского юриста, который часто занимается такими вопросами, потому что наличие рабочего контракта, либо документа о поступлении в университет, контракта с университетом, это ещё не является гарантией получения вида на жительство в Швейцарии. Конечная инстанция – это всегда миграционные власти Швейцарии. Никакие адвокаты, никакие службы, особенно находящиеся за пределами Швейцарии, не могут вам гарантировать, что вы получите вид на жительство в Швейцарии. Вы можете заплатить море денег, и в итоге вам откажут. Повлиять на них не может ни один адвокат. Адвокат может помочь опротестовать решение, попробовать ещё раз попытку, но лучше этот момент решать с местными швейцарскими юристами до момента выбора университета. Объясню, почему. Значит, самая типичная ошибка, которую допускают сами студенты и их родители, которые выбирают поступление в ВУЗ Швейцарии с надеждой, что они останутся после учёбы жить в Швейцарии. Это заблуждение изначальное, поэтому этот момент обговорить сразу с юристами до переезда в Швейцарию, до поступления, до уплаты. Входя из практики этого юриста и также изменения в миграционном законодательстве о получении швейцарского гражданства 2016-х годов, можно резюмировать, что данный вариант остаться после окончания ВУЗа жить в Швейцарии не так прост, как его преподносит фирмы по релокации, перемещению в Швейцарии разных агентств между учебными заведениями и будущими учениками. Многие, кто обращается за помощью к юристу, они делают этот запрос очень поздно. В лучшем случае, посередине учёбы, а в худшем за несколько дней до получения диплома, а то ещё и позже. Поэтому крайне важно, если цель остаться в Швейцарии после учёбы, обращаться за юридической формой на стадии разработки идеи, то есть ещё до выбора места учёбы и подачи документов. Какие условия получения студенческого пермита? Первое, что нужно, это подтверждение учебного заведения о зачислении. Дальше, наличие места проживания. То есть не меня зачислили, а потом по группам ищут жильё, а изначально уже подготавливать, где ты будешь жить, потому что это всё расходы, нужно всё взвесить, подтянут ли ваши родители, либо сам студент проживания в Швейцарии без права на работу, просто учёба. Дальше, финансовые требования, финансовые средства. К данному пункту в Швейцарии предъявляются очень высокие требования по сравнению с Германией. Пригодность к обучению. Сам факт выполнения данного требования миграционные органы оценивают самостоятельно. И не важно, что ВУЗ подтвердил, что человек поступил, и он способный будет учиться. Нет, важно знать, что этот человек потянет учёбу, у него достаточно хороший уровень языка, хорошие оценки, что он не занимает чужое место, и он действительно закончит этот ВУЗ. И обычно студенческий вид на жительство в Швейцарии выдаётся лицам до 30 лет. И максимальный срок обучения в Швейцарии не может составлять 8 лет. Если вдруг превышается этот срок, то его нужно обосновать. Некоторые не просто учатся, потом на высшие степени, на диссертации писать и так далее. То есть максимум 8 лет. В миграционных органах Швейцарии, а также в консульствах и посольствах имеется список стран, граждане которых наиболее чаще нарушают требования миграциона и наиболее часто претендуют на студенческий пермит с целью злоупотребления. Не с целью, чтобы выучиться, а с целью, чтобы остаться в этой стране. Поэтому к этим странам из списка относятся с повышенным вниманием. И очень важно, что для граждан третьих стран выдача студенческого пермит всегда остается на усмотрение миграционных органов. В данной связи, при наличии подозрений в намерении ходатайствующего лица, что он планирует использовать этот студенческий пермит для работы в чёрную, для перевоза сюда каких-то родственников, знакомых и нелегального проживания, мало ли какие у кого планы. Не исключается отказ. Следующий момент, когда можно получить краткосрочный вид на жительство L с правом на работы, это когда приезжают сюда студенты ОПР, да, то есть краткосрочные какие-то контракты максимум на год, на полгода, на три месяца, на четыре месяца, то есть необязательно для этого давать B, можно дать L с правом на работу, если учтены квоты, про которые я говорила в начале сюжета, то есть сначала смотрят, есть ли европейцы, да, претендующие на такого рода вид на жительство, а потом уже, если остались места, добирают жители из третьих стран. И можно просто попасть в какой-то кантон, где есть ещё какие-то свободные квоты и получить точно так же L с правом на работу. Вид на жительство L также выдают в случае, если человек приезжает в Швейцарию на лечение, находится в больнице, либо родственники, которые сопровождают больного ребёнка, больного взрослого, им тоже нужно иметь право и возможность находиться в этой стране, опять-таки они получают это право без права на работу. То есть запомните, что L это временно, это вы где-то временно в гостях, учёба, работа, опэр, няня, например, которая на три месяца всего лишь приехала, либо там уход за больными, например, если, вот, допустим, с Евросоюза, да, приезжают с Румынии, с Венгрии женщины, которые ухаживают за лежачими больными, они обходятся дешевле, чем местные, вот, поэтому у них тоже есть возможность получить вот эту краткосрочную визу. Ещё один момент, когда могут дать вид на жительство L краткосрочный для жителей третьих стран, это когда идёт запрос на рабочий контракт. Значит, обладатели паспорта третьих стран подпадают под целый комплекс ограничений. Они обязаны получать разрешение не только у миграциона, но ещё и у кантональных властей. И среди таких ограничений идёт, первое, приоритет местной рабочей силы. Второе, квоты по рабочим пермитам. Если квоты исчерпаны в Швейцарии, а, как я уже сказала, на 2020 год они составляли 4 тысячи мест для жителей третьих стран, то, естественно, уже никакие пермиты выдаваться не будут. Нужно ждать следующего года. Следующий момент – это знание государственного языка, где будет человек работать. Соответственный уровень зарплаты признанными величинами, то есть в каждом кантоне есть соответствующая зарплата. До войны нужно было условно, да, около 100 тысяч в год зарабатывать, чтобы иметь возможность получать рабочую визу. А также возможность интегрироваться в швейцарское общество. То есть данный перечень не является исчерпывающим, и получить рабочий вид на жительство в Швейцарии можно лишь для занятия должностей, требующих значительных навыков или опыта. Это IT-специалисты, финансисты с многолетним стажем работы, биологии, химики и с очень узкой специализацией. Для типично административных позиций, например, секретарь, переводчик, курьер, или позиций, для которых по определению не требуются специальные способности, например, дворник, уборщик, водитель, выдача рабочего вида на жительство исключается. Это к вашему вопросу, кто здесь уже устроился на работу, а вот у меня есть работа, я могу здесь жить. Нет, это у вас есть работа, потому что у вас есть сейчас разрешение на эту работу. А когда это разрешение закончится вместе с вашим видом на жительство, вы можете подаваться на рабочий контракт. И там уже на общих основаниях включаются совершенно другие правила, а самое главное требования к профессии. По какой профессии вас могут оставить работать в Швейцарии? То есть по очень востребованной профессии. И плюс, если не найдут специалистов, среди швейцарцев и среди жителей Евросоюза. Так вот, здесь есть небольшое, опять-таки, исключение. Если кандидат соответствует всем закреплённым в законодательстве требованиям, которые я сейчас перечислила, ему может быть выдан как краткосрочный вид на жительство в Швейцарии, пермит L, так и обычный вид на жительство пермит B. В принципе, решение о типе вида на жительство принимается не только на основе длительности рабочего договора, но и исходя из имеющихся в наличии квот. То есть, если вдруг B, рабочие визы, себя исчерпали, то могут выдать L на один год и присмотреться. Если с человеком продлят контракт, то есть вот у него есть год, в принципе, всё то же самое, краткосрочный вид на жительство с правом на работу. Иди себе работай, и если тебе через год продлят контракт, то у тебя есть повод, есть шанс поддаться на B, да, уже на рабочую визу, потому что в этом году, например, квоты исчерпаны, но ты соответствуешь всем критериям, да, то есть ты супер востребованный специалист, и не хотим мы тебя терять, вот есть такое вот исключение. Значит, есть ещё интересные виды на жительство для пенсионеров, а также для богатых людей, для миллионеров. Об этом я расскажу в следующем сюжете, если у вас возникнет интерес. Буду рада обратной связи в комментариях. Напишите, может быть, осветите ещё какую-то тему, которая вас интересует, какой-то пермит вы ещё не понимаете. Вот, я тогда уже подробнее расскажу, что вам интересно. Пока. Ну, а на сегодня закончим этот увлекательный сюжет. Уверена, многим он был интересен, полезен. Не забывайте поставить ламп, а также переслать их вашим знакомым, кто планирует приехать в Швейцарию и не знает, что такое временный, краткосрочный вид на жительство Эль. Пока-пока, дорогие мои, увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!